усим доброго дня вы на канале голубика днепро я леся хочу сегодня поговорить и на таку тему фитоспорин и голубика я очень часто ну не не часто но все-таки рекомендовала и говорила о том что я пользуюсь по обработке на голубики от различных грибковых заболеваний для профилактики все фитоспорина вот мне поступил такой вопрос а вы слышали такую информацию что фитоспорин угнетает микоризу как мы уже с вами как я много раз объясняю микориза нам нужно для того чтобы голубика правильно питалась без микоризы голубика погибнет потому что у нее нету всасывающих корешков эту функцию выполняет грибок микориза который поселяется у нее на корешках это я повторяю для тех кто не в курсе кто не знают и вот так как фитоспорин являются тоже бактерии это живые бактерии это полезные бактерии которыми мы заражаем свой грунт который съедают патогенные бактерии на листьях голубики помидоров и других растений и вот я стала проливать обезвреживать свои кусты и свой приствольный круг именно раствором фитоспорина и в прошлом году я снимала ролик как я сажала свою голубику это был у меня сорт аврора и не просто посадила свою голубику а пролила ее грунт фитоспорином зимой я встретила эту информацию я видела этот ролик и жутко испугалась от того что что ж я натворила я же все таки садовод любитель и много чего не знаю эту информацию для того чтобы проверить вы можете посмотреть задайте себе такой же самый вопрос фитоспорин микориза и что-то в этом роде было название это было на канале у ивана русских и он рассказывал про эту ситуацию поэтому я не буду утверждать что я в чем-то права или что-то доказывать или не оспаривать человек очень профессионально занимается этим давно дает очень много советов я у него много чему учусь но хочу сказать вот стоят мои кустики авроры которые посадила осенью которая пролила фитоспорином они здоровые они живые они плодоносят поэтому он все время рассказывает о том что делать какие-то свои эксперименты и вот можно сказать я сделал такой же самый эксперимент не зная про эту информацию что фитоспорин может быть конкурирующим грибком с микоризой и вот хочу вам сказать что все нормально все хорошо вот эти четыре кустика у меня посажены и пролит полностью грудь грунт фитоспорином а все остальные кусты я для профилактики проливаю постоянно обрабатывать где-то раз в месяц по листу но хочу так сказать так не будем все таки подвергать сомнению советы достаточно опытного специалиста поэтому я буду теперь обрабатывать свою голубику не по приствольному кругу то есть проливать и не буду если на огурцы и помидоры я буду продолжать пользоваться фитоспорином потому что мои помидорчики защищены таким образом от фитофторы я буквально мое последнее наверное видео было о том насколько полезен этот фитоспорин сколько пользы он приносит что он борется с различными фитофторой гнилью всевозможными болезнями на растениями и более того он их заражает не дает повторно этому заражению этой болезни повторится то есть очень полезная хорошая штучка и вот скажем так таким образом случайно я провела эксперимент и могу сказать что не повлияло а вот показывают да на состояние своих кустов что все у меня хорошо вот но зачем я это видео снимаю и рассказываю для того чтобы но вы если смотрите меня смотрите задумывайтесь потому что дают много разных советов поэтому посмотрели подумайте сделайте какие-то выводы я вывод для себя сделала что фитоспорин использовать я буду но буду теперь по листу под корень буду стараться не проливать вот ну наверное и все на сегодня